всем привет спасибо вам как всегда говорю я за то что смотрите эти ролики и пишите комментарии обсуждение музыки это едва ли не более приятное занятие чем само прослушивание музыки так бывает часто то есть мы обсуждаем ту музыку которые уже слышали конечно много раз и бросаемся в эти разговоры что лучше что хуже какой альбом круче какой не круче кто попсарь кто не попсарь самое страшное что может быть это очень хороший очень хорошая тема для разговоров учитывая то что 99 процентов рок-музыки это поп-музыка но да ладно это опять-таки как-нибудь в процессе мы обсудим более предметно а я хочу напомнить во первых о том что существуют плейлисты на канале и перед тем как попросить меня показать какой-нибудь альбом посмотрите в плейлисты возможно там этот альбом уже есть и скорее всего он уже есть потому что количество как-то переходит уже в качество там а во-вторых хочу вспомнить одну из пластинок которые я очень люблю и вообще этот стиль музыки который условно можно назвать гранж как его называют разные критики но это я говорю что было понятнее для меня эти я уже говорила все эти слова не играют никакой роли вообще гранж не гранж мне вообще все равно как это называется я очень люблю музыку 90-х американских групп которые вышли из сиэтла и расползлись по всему миру можно сказать включая нашу страну хотя в таком направлении в нашей стране я практически не знаю ни одной группы вот не могу назвать ни одной группы которая сравнилась бы с нирваной сравнилась бы с саундгагган сравнилась бы с перл джем моими самыми любимыми музыкантами этого направления ну я не говорю там про stone temple pilots и остальных и огромное количество групп как я уже говорил которые просто музыка которых просто не доходит до нашей страны в виде виниловых пластинок но тем не менее пластинка вот это записано в 1989 году 88-89 лавзин лав называется она sound garden одна из известнейших групп играющих подобную музыку и она мне очень нравится но это конечно это конечно удивительная компания не сразу они бросились записывать альбомы они существовали в разных формах под разными названиями в разных составах разных групп по моему года с 82 то есть не то что парни вышли из школы там бросили учебники принялись играть на гитарах тут записывать пластинку не там довольно долгий был путь этот путь описан можно найти миллион источников где все подробно расписано кто где играл откуда пришел 5 10 ну первая пластинка ультра мега у меня есть она мне нравится но это еще не это еще не то что грохнула вот здесь налога дэн лав и пошло дальше до всяких нирван при всей моей любви к нирване я очень люблю нирвану но это конечно было грандиознее и раньше грандиозней всего того что если нирвана условно говоря это продолжение музыки beatles я предвижу в комментариях сейчас до историю ну и что что тяжелая ну и что что такая ревущая ну и что что там с безумным шоу и и радикализмом и всем 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 это короткие мелодичные очень красивые песни на самом деле лучше такой нирвана просто очень громко исполненные и довольно лаконично аранжированные хотя бы на студийных версиях там ничего такого лаконичного нет там довольно все будьте нате как сделано и сыграно то soundcaton они опирались конечно на тяжелый рок но вот zeppelin который слышим здесь в полный рост и на прочих героев этого направления условно говоря тяжелый рок hard rock да но дело в том что 89 до 88 89 80 и уже в америке пошел этот самый хайр металл тяжелый рок вот эти вот пудели там хотя и в 90 они переползли конечно но это было ужасно это вот плоский звук абсолютно выхолощенный громкий не ревущий даже какой-то такой визжащий но очень модный в америке почему-то был и у нас кстати тоже так достаточно модный и эти парни заиграли абсолютно другую музыку если ультра мега как я говорил это еще тоже тоже такой выход за рамки выход за стереотипы рук музыки того времени но он ближе к панк-року все-таки и он еще веселый мне очень нравится мы потом я про него поговорю то лавы дэн лав это уже окончательно выстроен выстроенный дом собственного звука не мир собственного звука от дом собственного звука в котором и продолжала потом существовать группа soundgan отдельное совершенно звучание построение песен не такое как в тяжелом уроке было хотя элементы ладзеппелин ладзеппелин новости здесь присутствует очень хорошо но все это развито все это расширено и ладзеппелин по сравнению soundgarden выглядит какими-то конечно такими какой-то веселый танцевальной музычкой так если по-честному а это уже серьезно и что мне нравится в этой музыке в этих группах нравится то что парни-то молодые в общем и путь у всех довольно стандартный хотя не совсем стандартный потому что soundgarden также как и пел джем они отказывались от сотрудничества от сотрудничества с мейджор лейблами и записывали пластинки на независимых лейблах ну потом пришли менеджеры конечно но здесь история такая что если вы не мне хотите дать свои деньги то одну давайте их с удовольствием возьму на играй буду то что я хочу а не то что вы мне скажете и ничего плохого я в этом не вижу и soundgarden как раз и отказывались в начале своей карьеры от сотрудничества с мейджорами потому что надо было играть то что скажет продюсер а не берете к черту мы играем то что хотим и все и другого ничего играть не будем и это выход за рамки это да вот я начал все что у ребята молодые но при этом это художники это художники как бы они не выглядели не выглядели как бы они себя не вели чтобы они не пели как бы они не кричали это художники которые четко чувствовали изменение времени изменения социума изменения виток истории который случился с человечеством и предвидели то к чему мы пришли сейчас все все на всей земле к чему мы пришли и объяснять не буду каждый прекрасно это чувствует и понимает что такое происходит сейчас вообще с человечеством дикая пошлость дикая глупость с экранов телевизоров уже льется такой фонтан просто омерзительной пошлости что невозможно дышать уже просто невозможно дышать и смотреть а вот об остальном я про остальное промолчу музыка вот это все вот то что то что происходит от лох кино умершая после появления фильма аватар кино кончилось все его больше нет пока может быть я надеюсь что она прорастет но пока прорастает очень локально это не я кстати сказал сказал скорцезе ну да ладно и вот эти парни чувствовали все это дело и заиграли настолько радикальную настолько мощную музыку настолько свою углубленную в себя но интересную для миллионов слушателей как оказалось потому что она резонировала с тем что чувствовали эти миллионы тоже невозможно не чувствовать изменения которые происходят в мире ну вот отсюда и популярность отсюда и наслаждение которое получаешь слушаю эту музыку эту пластинку я могу слушать но раза три подряд легко на репите как принято говорить да она не надоедает потому что удивительно сыгранно хотя довольно странно если с позиции классического так называемого рока смотреть очень странно ugly truth первая вещь она в двух аккордах всего можно сказать что пошли по пути майлс и дэвиса уменьшая количество аккордов уменьшая упрощая гармонию и погружаясь внутрь этой гармонии внутрь каждого аккорда и здесь конечно гитарист обыгрывает все эти два аккорда будь здоров как музыка эта штука глубокая можно и один аккорд обыгрывать бесконечные все время по-разному очень здорово все начинается с барабанов и в среднем темпе пошло страшно и просто страшно и страшно и в двух аккордах странный гитарный звук нетрадиционный совершенно для тяжелого рока но очень круто сыграно и убраны вот эти вот традиционные соло для традиционные для хард-рока соло между куплетами где кого-то заканчивается куплет казалось бы давайте соло гитарист играет 3 такое дранирование идет нагнетает нагнетает атмосферу принятает мрак ханса лоуэр следующий номер вообще в одном аккорде но там разрешение есть какое-то ближе к финалу но в принципе в одном аккорде и этого достаточно мелодическая линия тоже вокальная они ушли поднять в отличие от нирваны они ушли от конкретных внятных мелодий ну я не буду говорить об следующих альбомах там black hole sun понятно там просто мелодия ну то-то мтв и вцепилась в эту песню потому что это такая поп-музыка высшего качества а здесь внятные мелодии вроде бы и их и нет потому что крис корнелл просто кричит кричит в тональности немножко импровизируя немножко как-то ну я не могу назвать это внятными конкретными мелодиями вообще вся эта музыка вся эта музыка вот это это один сплошной крик не в том смысле что вокалист кричит а в том смысле что все играют крик на просто на разрыв и гитара и бас и ударные все играют на разрыв это один сплошной крик и олицетворение этого крика песня на уронк на уральт на второй стороне которые начинаются скрика корнелла ну там сначала задел музыкально а потом просто гитара и крик и вот это эту это олицетворение всего направления которое многие называют гранж все называют гранж очень странное построение всего непривычное сейчас мы уже все это воспринимем как должное но тогда это был просто удар-поддых песня гранд раздерганная с изменением темпа резкий риф очень такой некомфортный некомфортный ритмически выстроенный все время приходится как-то за ним следовать не расслабишься под него да потом темп меняется убыстряется ускоряется начинается просто бешеная гонка ни с того ни с сего казалось бы нет где какие правила какие правила построение песен никаких правил нет никаких абсолютно power trip чистая психоделия но чрезвычайно мрачная тяжелая страшная и как и power trip так и get on the snake следующие две песни это уже то практически из чего вышла музыка стоунер говорят из black sabbath она вышла у меня ощущение такое что она вышла отсюда потому что это чистый стоунер что такое стоунер стоунт стоунт этот парень стоунт это значит парень ну окаменевший скажем тогда по-русски это будет звучать одервеневший но на самом деле если литературно подходить к этому делу то это будет охуевший если кого-то мат смущает то извините конечно но когда я слышу с экрана телевизора как некие чиновники некоторые чиновники говорят произносят слово прецедент например то для меня это намного хуже чем сказать охуевший в общем эта музыка вот так вот охуевшего человека столу на столу и вот эти две песни power trip и get on the snake это как раз в ту сторону фолан кэринс мумом бешеная вдруг гонка ни с того ни сего после вот этого офигевшего состояния бешеная гонка love love очень громко в среднем темпе очень грязно и страшно awake опять мы немножко прифигели 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 no wrong no right я уже сказал on cover it тоже чуть-чуть прифигевшие такие но on cover где-то местами похож по построению на led zeppelin и она вот этот риф который играется на гитаре с понижением последней ноты все время такой привет от песни кашмир наверно где-то отдаленно-отдаленно и она немножко похоже по на чуть-чуть похоже на классический рок единственная песня на который похожи на классический рок по построению но зато big dumb sex предпоследняя вещь это уже откровенное зверство с гитарными чудесами гитарные чудеса здесь вообще везде это очень интересно слушать очень интересно ну и корнелла слушать интересно как он поет да всех тут интересно слушать фулон репрайз в конце это я бы назвал осовремененный хей джут песню beatles хоровой такой финал но очень мрачный очень злобные и всегда современный в общем я пошел пить и слушать дальше sound garden пока всем